Здравствуйте, дорогие коллеги! Меня зовут Мутаева Карина, я ординатор-диетолог первого года обучения. И сегодня хотела бы представить вам свою презентацию, которая называется «Нутритивная поддержка депрессивных расстройств». Итак, депрессия – это психическое расстройство, которое характеризуется депрессивной триадой. Это нарушение эмоциональной сферы, может быть сниженное настроение, ангидония, это невозможность извлечь удовольствие из естественных вещей, из еды, из общения и так далее. Может быть нарушение в когнитивной функции, негативный образ себя, негативный опыт мира и негативное ведение будущего. И нарушение в двигательной сфере, может быть двигательная заторможенность вплоть до ступора и может наблюдаться обратная реакция, то есть наоборот возбуждение больной. В спокойной обстановке может размахивать руками, постоянно менять позу, либо посередине разговора просто встать и уйти. Также депрессия может включать ряд дополнительных симптомов, это нарушение сна, снижение настроения, увеличение или снижение аппетита, либо может быть чувство вины, чувство усталости и так далее. Если говорить об этиологии распространенности, то по данным Всемирной организации здравоохранения на 2017 год, около 264 миллиона человек в мире страдает депрессией. И это делает ее самым распространенным психическим расстройством. И ежегодно около 800 тысяч человек погибают в результате самоубийства. И это второе по значимости причины смерти среди людей в возрасте от 15 до 29 лет. И если говорить о риске заболеть депрессией в течение жизни, то у мужчин это 12%, у женщин увеличено до 22%. Какие же существуют все-таки виды депрессии и депрессивных расстройств? Они делятся на психогенные, на эндогенные и на соматогенные. Психогенные депрессии, они связаны с психотравмирующим фактором. Этот фактор фигурирует в речи больного и, как правило, такие депрессии, они могут разрешаться по истечению времени. То есть по прекращению этого фактора. Эндогенные – это депрессии, которые связаны, как полагается, с внутренними факторами, и их не удается установить. И соматогенные депрессии, они вызваны патогенезом другого заболевания. И здесь важно не путать и с психогенными. То есть, если у человека депрессия от осознания наличия какой-то болезни, то это психогенная депрессия. Эндогенная депрессия, она вызвана именно механизмом другого заболевания. То есть, при болезни Паркинсона погибают нервные клетки, которые вырабатывают дофамин, который, в свою очередь, играет важную роль в эмоциональной реакции. Если говорить о симптомах, они делятся на простые и сложные. Простые это тоскливость, тревожность, сложные, они бывают с бредом, с галлюцинациями. Также они могут быть маскированы, то есть маскируются под заболеванием внутренних органов. Головные боли могут быть, боли в животе, боли в сердце. Какая же связь между ожирением и депрессией? Ожирение и депрессия, они связаны с тесной двусторонней зависимостью. И как показал метанализ, то присутствие одного заболевания, он существенно увеличивает риск другого заболевания. Так, возникновение депрессии увеличивает риск возникновения ожирения на 37%. И обратно, ожирение, он увеличивает риск возникновения депрессии на 18%. И если говорить о монаминах, то дефицит серотонина, он отвечает за чувство вины, за суицидальные мысли и также за нарушение аппетита. Дофамин и норадреналин, он отвечает за апатию, за исполнительную дисфункцию и усталость. И дефицит всех монаминов в комплексе говорит о подавленном настроении, о психомоторной дисфункции, о нарушении сна. И какая же все-таки клиническая картина? Она делится на три блока. Это первое в эмоциональной сфере, физические симптомы, сопутствующие симптомы. И если говорить о эмоциональной сфере, то это может быть плаксивость, болевой синдром, задумчивость, может быть тревожность, раздражительность. Физические симптомы – это пониженное внимание, упадок сил, может быть ухудшение аппетита, ухудшение психомоторных навыков и ухудшение сна. И сопутствующие симптомы – это чувство вины, потеря интереса, печаль, склонность к суициду, может быть. То есть, какие же все-таки возможности терапии, они делятся на немедикаментозный и на медикаментозный. Мы сегодня будем разбирать именно немедикаментозную терапию, диетологическую коррекцию. И на данном слайде представлено, как здоровая диета, повышенное потребление витаминов, минералов, пищевых волокон, он снижает риск ожирения. А западная диета – это пониженное потребление витаминов, повышенное потребление углеводов с высоким гликемическим индексом. Он ведет к депрессии и увеличивает риск ожирения. Какие же все-таки продукты с повышенным содержанием трептофана? Это яйцо, сыр, бананы, орехи, тофу, лосось. И на данном слайде хотелось бы остановиться немного поподробнее и рассказать про каждый витамин, про его нехватку, про его свойства. Если говорить о железе, то он участвует в образовании кровообращения, а также нормализует нервную систему. Его нехватка может привести к анемии. Источником является мясо, печень, какао, яйцо, черника. И суточная потребность составляет у мужчин 10 мг, у женщин 18 мг. Витамин В12, его свойства – это нормальный рост кроветворения. Он необходим для нормального метаболизма фолиевой кислоты. И его нехватка может привести к анемии, к лейкопении. И источником являются мясные субпродукты, печень, почки, рыбные субпродукты – это икра, печень, рыб. И суточная доза – это 3 мкг. Витамин В1. Он необходим для нормального функционирования нервной системы, сердечной и скелетных мышц, органов желудочно-кишечного тракта. И участвует в углеводном обмене. Его нехватка может привести к снижению аппетита, раздражительность, повышенная утомляемость, может быть, бессонница. И источником являются крупы, горох, фасоль, мясо, печень. И суточная потребность составляет от 0,8 до 1 мг. Витамин В2 – это важнейший катализатор процессов клеточного дыхания и зрительного восприятия. Его нехватка может привести к слабости, головной боли, к раздражительности, к снижению зрения. И источником являются молоко, молочные продукты – это яйцо, творог, мясо, говядина. И суточная потребность составляет 1,8 мг. Витамин В6 – он участвует в белковом обмене. Кроветворение необходим для поддержания иммунного ответа. И его нехватка может привести к депрессию, к трещинам, к язвочкам в уголках рта, к сухости кожи над бровями и вокруг глаз и шеи. Его источником являются пшеница, мясо, рыба, картофель, капуста, морковь. И суточная потребность составляет 2 мг. Если говорить о углеводах, белках и жирах, то их функция – это строительная, защитная, энергетическая, двигательная, транспортная. И их нехватка может привести к нарушению обменных процессов, к психическим расстройствам, потере памяти, может привести к бесплодии. И также снижает иммунитет и, как я говорила ранее, снижает умственную и физическую работоспособность и ведет к ожирению. Источником являются углеводов – это непереработанные овощи, фрукты и ягоды. Жиры – это яйцо, орехи, рыбий жир, сыр, белки – это продукты животного происхождения, молоко, яйцо, рыба, морепродукты. Продукты растительного происхождения – это фрукты, овощи, бобовые. Также следует сказать о цинке. Он участвует в выработке инсулина, укрепляет иммунитет, и его нехватка может привести к анемии, к дерматиту, выпадению волос и снижению иммунитета. И источником являются тыквенные семечки, бананы, гречневая крупа, орехи, кэшью, куриная печень. Также какие же продукты, которые снижают стрессоустойчивость? Выделяют основные категории продуктов, которые при регулярном и неконтролируемом приеме истощают адаптационный резерв и снижают стрессоустойчивость. Это кофе, алкоголь, искусственные красители, консерванты, подсластители. Если говорить о кофе, то на данный момент нет точных данных о безопасной дозе кофеина. Однако большинство исследований показало, что менее 100 мг кофеина практически не влияет на тревожность. Для доз от 100 до 400 мг в день в результате неоднозначные показатели, а выше 400 мг в день они повышают значительное усиление, показано значительное усиление беспокойства. Алкоголь, он снижает качество сна, ухудшает память, повышает нервозность, агрессивное поведение. Красители, консерванты, они подавляют синтез основных нейромедиаторов, повышают тревожность, повышают уровень кортизола в крови. И какие же рекомендуются блюда при депрессивных расстройствах? Это блюда из нежирных сортов мяса, птицы, кролика, рыбы, тушеные с добавлением специй. Это сельдь и морепродукты, супы на нежирном, курином, телячьем, либо рыбном бульоне, капусте красном можно, зеленый борщ. Если говорить о хлебе, то это хлеб должен быть ржаной, с отрубями, либо с фруктовой начинкой, либо с овощной начинкой. И яйцо в виде омлета с добавлением овощей, грибов, зеленого горошка. И какие же возможности все-таки нутритивной поддержки со стороны врача-диетолога? Это диета, обогащенная лецитином, холином, витаминами группы В, витаминами группы С. Далее это среднее количество поваренной пищи должно составлять 5-6 грамм в сутки. Диета с нормальным содержанием белка из расчета от 1 до 1,2 грамм на 1 килограмм массы тела у пациентов. Количество полноценного животного белка должно составлять 55-60%. Содержание жира составляет физиологическую норму от 0,7 до 0,8 грамм на 1 килограмм массы тела в зависимости от возраста и от физической активности пациента. И количество углеводов при дефиците массы тела это от 4 до 5 грамм на килограмм массы тела. При избыточной массе тела это от 3 до 4 грамм на 1 килограмм массы тела. Благодарю за внимание.